Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «В центре событий». Обо всем самом важном за неделю корреспонденты телерадиокомпании «Сургут.Интерновости» и я, Наталья Степанова, расскажем вам прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Культурные байкеры. Чем удивила фестивальная жизнь города и района на уходящей неделе, напомним во второй части программы. В эти выходные самые выносливые померятся силой в стальном характере и силовом экстриме. А какими спортивными событиями запомнилась эта неделя, смотрите совсем скоро. Он исколесил страну и не одну. Путешественник Павел Кобяк исследует жизнь на мотоцикле, пишет книги и снимает кино. В Югру он приехал по заданию Русского географического общества. Как встретили делегацию, расскажем в конце выпуска. Новые задачи и векторы развития. В Сургут с официальным визитом приехал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. За один день делегация в составе мэра Сургута, губернатора Югры и полпреда посетила сразу несколько важнейших объектов города. Какие вопросы обсудили главы и как оценил работу чиновников гость в материале Ольги Нахаевой. Официальный рабочий визит полпреда начался с посещения Центра политехнического обучения Сургутнефтегаза. Экскурсию по важнейшим ключевым точкам огромного объекта провел исполняющий обязанности генерального директора компании Александр Буланов. В сопровождении губернатора Югры Натальи Комаровой и главы Сургута Вадима Шувалова Николай Цуканов ознакомился с многофункциональным центральным корпусом, участком добычи и транспортировки нефти и буровой установкой. Затем полпред отправился на экскурсию в региональное диспетчерское управление энергосистемы Тюменской области, Югры и Ямала. Цуканов увидел, как работают специалисты пункта, программы, пирамиду аппарата управления. На территории России всего 49 таких филиалов, 4 в УРФО. Основная задача диспетчеров в режиме реального времени обеспечить в случае необходимости быструю ликвидацию аварий. Сам по себе этот центр уникален по нескольким показателям. Например, в 2012 году, когда коллектив въехал в это здание, он реализовывал единственную в стране двухуровневую структуру диспетчерской смены, которая управляет режимом по классам напряжения. На данный момент основным инструментом для введения режима является, конечно же, телеметрическая информация, получаемая с более чем 380 объектов в непрерывном цикле, постоянно обновляемая. ОЭК диспетчерского центра обрабатывает более 35 тысяч постоянно приходящих телеизмерений, то есть это телеизмерения и телесигнализация. То есть поддержание надежного электроснабжения в условиях ремонтных кампаний, зимнего периода, мониторинг, ликвидация. Встреча полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе с губернатором Югры прошла в администрации Сургута за закрытыми дверями. Николай Цуканов отметил, что Сургут ему очень понравился своим внешним видом и социальной инфраструктурой. Но на таком фоне особенно видны проблемы с балками. И попросил Наталью Владимировну коротко проинформировать о ситуации в регионе, заостряя внимание на важных моментах. Николай Цуканов также обратил большое внимание на жилищные проблемы югорчан. Переселение из балков идёт не такими быстрыми темпами, как хотелось бы, а обманутых дольщиков в настоящее время 141. По просьбе Цуканова губернатор возьмёт вопрос под личный контроль. Также полпреда очень волнует качество воды в нашем регионе. Из 71 очистного сооружения капитально отремонтировано только одно. Главам городов полпред поручил проконтролировать работу полигонов ТБО. Ведь ненадлежащая утилизация отходов может навредить экологии. Также Цуканова удивил парадокс. В нефтяном крае топливо одно из самых дорогих в стране. Так, дизельное топливо летнее в Югре, дороже, чем в Курганской области, более чем на 5 рублей или на 11,60%. На автомобильный бензин марки А-92 разница в цене с Ханты-Мансийским автономным округом и в Челябинской области составляет 2,7 рубля или 6,8%. Стоимость автомобильного бензина марки А-95 выше по сравнению с показателями в Курганской области на 1,8 рубля или на 4%. Коллеги, нужно внимательно изучить причину такой разницы в цене и, если необходимо, принять исчерпывающие меры. Об этом уже не один раз говорил и президент, и давали с поручением. Николай Цуканов предложил провести в Югре 7-й Всероссийский образовательный форум «Работающая молодежь». Наталья Комарова приняла инициативу. Глава региона рассказала о недавнем визите временно исполняющего обязанности губернатора Тюменской области Александра Моора, с которым договорились создать рабочую группу и подготовить предложение федерального уровня по развитию законодательства, которое будет стимулировать уровень воспроизводства биологических ресурсов, в том числе увеличение поголовья муксуна и стерляди в Орд-Иртышском бассейне. Например, установить критерии для того, чтобы определились организации, которые могут заниматься получением компенсаций за нанесенный вред водным объектам, водно-биологическим ресурсам. Сегодня среди тех, кто реально может это выполнить, то есть предоставить материал для воспроизводства тех водно-биологических ресурсов, того объёма, который нанесён ущерб. А ограничения относительно того, кто может выступать перекупщиком или этой услуги, нет никаких и требований к такого рода деятельности. В результате получается так, что получают компенсационные выплаты посредники. Одну из важнейших тем – страшную статистику здравоохранения – также обсудили на совещании. В Югре свыше 25 тысяч человек ВИЧ-инфицированы. Новых случаев заболевания ВИЧ за прошлый год выявлено примерно полторы тысячи. Цифры намного превышают общероссийский показатель. В целом же в системе здравоохранения Югры всё не так плохо. Чиновники отметили, что в регионе низкая по сравнению с другими субъектами смертность от туберкулёза и эффективное выявление онкологии на ранних стадиях. Для раннего выявления онкологических заболеваний и снижения показателей смертности мы предусмотрели уже комплекс мер. Я полагаю, что при формировании государственной программы мы усилим наши обязательства на этот счёт. Но уже сегодня мы обновили маршрутизацию онкобольных, внедрили скрининговые программы ранней диагностики рака по наиболее распространённым его видам. В 2019-2023 годах мы уже в госпрограмме запланировали открыть пять центров амбулаторной помощи онкобольным. Есть запрос. Праздничным моментом визита Николая Цуканова стало вручение благодарственных писем от президента России. Глава государства отметил троих югорчан за активную гражданскую позицию и большой вклад в социально-экономическое развитие региона. Отличились герой труда, мастер по управлению капитального ремонта скважин и повышению нефтеодачи пластов ПАО «Сургутнефтегаз» Иван Айдулин, главврач Сургутского клинического перинатального центра Лариса Белосырковцева и буровик-отличник производства Фёдор Митрусенко. Ольга Нахаева, Екатерина Любешева, Сергей Коликов, Сургут.Интерновости. Создать благоприятные условия в городских и сельских поселениях и при этом сохранить традиционный уклад для трёх тысяч коренных жителей Югры на территориях их проживания. С этими задачами успешно справляются в администрации Сургутского района. О результатах работы за первые полугодия расскажем в следующем сюжете. Развитие Сургутского района продолжается ударными темпами. Строительство новых объектов, инфраструктуры и жилья регулярно инспектируют как глава района, так и руководители на местах. В посёлке Солнечном большое значение уделяют спортивным сооружениям. Данное направление развития и усовершенствования спорта для нашей территории является необходимым. Молодёжи в посёлке очень много. И востребованность в объектах спорта у нас очень высокая. В прошлом году мы построили у себя на посёлке открытую спортивную площадку с игровыми видами спорта, с тренажёрными снарядами. А в этом году в Солнечном появится новый закрытый хоккейный корт. Пока на месте будущей ледовой арены видно лишь свайное поле. Но, как заверил глава поселения, возведение спортивного объекта завершится уже к первому сентября. Но, пожалуй, главной приятной новостью для жителей станет сдача в эксплуатацию новых квадратных метров жилья. Один дом уже введён в эксплуатацию. Это порядка 12 тысяч квадратных метров. Ещё один дом на 4 тысячи квадратных метров будет введён в эксплуатацию в течение месяца. До конца года планируется ввести ещё порядка 5 тысяч квадратных метров жилья. Общий объём вводимого в этом году жилья в Сургутском районе составит порядка 40 тысяч квадратных метров. Сколько многоквартирных домов будет построено в следующем году, пока неизвестно. Но сваи для одного из них будут забиты до конца этой осени в поселке Угуд. С левой стороны от меня на площадке запланировано строительство многоквартирного дома. Так что для обеспечения нуждающихся в жилье. Да, в этом месте планируется, конечно, трехэтажный. У нас по правилам застройки предусмотрено только строительство не свыше трех этажей. И будет дом на 28 квартир. Особенность будущей Угудской новостройки в том, что большую часть квартир в ней получат жители соседнего поселка Мало-Юганский. Дело в том, что в следующем году эта деревня, доживающая в отсутствии минимальных коммунальных благ свои последние дни, должна исчезнуть с карты Сургутского района. В планах администрации Сургутского района это переселение поселка Мало-Юганский. То есть удаленное поселение. Поэтому надо переселять. Мы обещали людям, они были на приеме, что до сентября следующего года мы полностью переселим это поселение. Там 15 дворов осталось. Надо закрыть эту проблему и к ней больше никогда не возвращаться. В Таурово, также входящего в состав Угудского сельского поселения, на первый взгляд схожая ситуация. Но в отличие от Мало-Юганского, это национальная деревня Ханты, где сохраняется их привычный уклад. Поэтому жителям вместо переезда предлагаются меры государственной поддержки. Программа социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера предполагает субсидии на обустройство земельных участков на территориях традиционного пользования, приобретение материально-технических средств и закупку оленей. Программа у нас исполняется ежегодно на 100%. За текущий год, за полугодие у нас порядка 6 человек уже получили компенсации. Если быть точным, 6 человек у нас получили вновь субсидии, которые подали в этом году заявление, и 2 человека, которые как раз по обустройству. Общий объем выделенных денежных средств за первые 6 месяцев этого года составил 2 миллиона рублей. О том, что такие меры поддержки способствуют сохранению культуры и самобытности коренных малочисленных народов Севера, наглядно свидетельствуют результаты соревнований по национальным видам спорта. На протяжении последних нескольких лет этно-спортсмены Сургутского района регулярно входят в тройку призеров окружных первенств. В числе последних крупных достижений второе место в международных соревнованиях на Кубок губернатора Югры. Иван Рябцев, Сергей Коликов, Николай Сапожников, Денис Зонов, Сургут, Интерновости. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу. Не переключайтесь. Мы вновь в студии итоговой программы в центре событий. Продолжаем выпуск. В это воскресенье счастливых мореманов можно будет увидеть на улицах любого города страны. В России отмечают День военно-морского флота. Праздник любим не только военнослужащими этих войск, но и членами их семей, сотрудниками флотских предприятий, ветеранами боевых действий. В нашем городе все с утра собираются на митинг у Вечного огня. Узнать команду легко издалека. Все в полосатых тельняшках и разговаривают на каком-то своем языке. Где беска – это головной убор, банка – это табурет, а обедать они ходят исключительно на камбус. Какими еще праздничными и культурными событиями богата эта неделя, расскажем далее. Подзалпы автоматов и троекратное «Ура!» В Сибирском легионе завершилась вторая смена детского лагеря. Сотня курсантов по традиции сначала промаршировала по плацу, отрапортовала принимающим парад и показала, чему научилась на смене. К мамам и папам до окончания праздника подростки не подходят. Это одно из условий закалки характера легионеров. Также благодаря хорошей погоде шоу показали парашютисты Центра специальной подготовки. В этой смене у нас, в принципе, все лагерные программы, вот с весенней смены, у нас было самое главное внесено изменение. Это мы включили ментальную математику и курсы скорочтения. Для того, чтобы не просто тренировать мышцы, это мы хорошо умеем. За 20 лет Сибирскому легиону мы этому научились очень прекрасно делать. Но мы еще теперь тренируем голову. То есть это такая, в общем, тоже мышца, которая подлежит тренировке. Четверо легионеров второй смены получили знаки отличия лагеря – банданы. Их выдают за своеобразные выпускные экзамены, которые включают многокилометровую полосу препятствий. Обладатели бандан могут в следующей смене побороться за высший знак отличия Сибирского легиона – берет. Испытания для претендентов на него еще жестче. Например, рукопашные бои с тремя спортсменами. В семействе Новиковых и Досяк – двойная радость. Банданы получили сразу двое их ребят. Гордимся внуками, Досяк Владислав, Досяк Виталий. Они настоящие мужчины. Я горжусь ими, я бабушка, я горжусь, что у нас такие, что мы воспитали таких настоящих российских воинов. Я горд за своих внуков. Молодцы, не подкачали. Добили своего, старались, стремились, занимаются физкультурой. Молодцы, спасибо. А вы так могли? Я так тоже когда-то мог. Сейчас бы навряд, наверное, но стараюсь на них равняться, держаться. А в Сургуте и Сургутском районе развивает мотокультуру. В Барсово прошла открытая тренировка по экстремальному вождению для байкеров. Правда, получилась она такой массовой и зрелищной, что трансформировалась в целый фестиваль, куда приехали десятки участников и сотни зрителей. Организатором выступил молодой клуб «Мотокультура Сургута». С площадкой помог непосредственно глава Барсова Вячеслав Позняков. Самый по духу и по жизни я мотоциклист, тоже люблю это все. Это дух свободы, это дух независимости. В то же время, когда он облечен в такую цивилизованную форму, когда идет и для людей, это вроде как, и показательно. Это замечательно, я считаю. Понятно, что это связано с определенным риском. Понятно, что нет специальных площадок. Даже вот эта площадка, которая, понятно, что это брусчатка, она для мотоциклов как бы не очень удобна. Но, тем не менее, за неимением, скажем так, лучшего, по крайней мере, попробовать начать, потому что таких мероприятий, насколько я знаю, официально на таком уровне не проводилось еще ни разу. Разговоры о необходимости курсов повышения квалификации для мотоциклистов возникли еще весной на ежегодной встрече байкеров в ГИБДД. Официально от таких занятий автошколы Сургута не проводят. Новый мотоклуб, которому едва исполнилось три месяца, решил не ждать, а сделать все своими руками для себя любимых. Выстроили конусы, отточили мастерство, да еще и детишек покатали. Мы просто хотим сделать это, а не говорить. Разговаривают очень много об этом, а мы делаем. В наше время в автошколах практически ничему не учат. То есть ребята, начинающие, познают азы вождения только на дорогах. И вследствие чего мы видим очень много аварий с участниками мотоциклистов. Мы хотим сделать так, чтобы ребята учились с нами, локально, где помогают более опытные райдеры и как-то немножко локализовано. Не допускать их неопытных на дороге. Громкая и горячая ночь. В Сургуте состоялось долгожданное событие – ежегодный open-air fantasy. В этот раз вечеринка под открытым небом проходила при участии «Лаврадио Сургут». А генеральным информационным партнером выступала телерадиокомпания «Сургут Интерновости». Кроме модных сетов электронной музыки от ведущих диджеев Сургута, Тюмени, Нижневартовска и Санкт-Петербурга, гостей ждало еще одно необычайное развлечение. Всю ночь рядом с танцевальной площадкой проходили свадебные церемонии. Говорят, что браки заключаются на небесах, ну или как минимум в ЗАГСе. Но для того, чтобы стать лав мужем и женой, достаточно свадебной арки и обоюдного желания. Охотников вот так необычно зарегистрировать свои отношения в эту ночь было предостаточно. «Это интересно, это весело, это позитив, это настроение. Так что я думаю, чтобы было все, знаете, как в таком же духе и побольше будет таких вечеринок. Атмосфера просто огонь. То есть я уже не раз был у вас, то есть все это радует. То есть надеюсь, что это будет продолжаться постоянно, потому что, ну я не знаю, такие атмосферы, то есть они должны постоянно происходить». Голосили громче всех. Сургутская команда КВН «Борцы» взяла главную награду фестиваля высшей лиги «Голосящики ВИН-2018». Зритель увидит игру на федеральном канале лишь в ноябре. Но, как рассказали Сургутинтерновостям зрители генерального прогона в Калининградской области, после выступления сургутян долго хвалили. Вспоминали наиболее удачные шутки и поздравляли с триумфальным возвращением в высшую лигу. Победу команде в том числе принес некий новый участник. Но его мы увидим, вероятнее всего, лишь осенью. По правилам организаторов, до эфира КВНщики не могут распространяться о деталях выступления. А вот зрители и поведали. Новый борец бесподобно поёт и известен телезрителям России по другим шоу федеральных каналов. «Недавно мы одержали победу. Можно сказать, взяли большой КВН «Золотом» на музыкальном фестивале «Голосящий КВН-2018» в городе Светлогорске. Странно, что наша команда, известная как непоющая, смогла одержать победу. Вы знаете, это было непросто, но вот именно, что у нас был козырь в рукаве, который никто не ожидал от непоющей команды. И мы его продемонстрировали, и это стрельнуло». Ольга Нахаева, Екатерина Любешева, Сургут Интерновости. Сургутская боксерша Диана Баева привезла домой серебро с молодёжной спартакиадой России. На территории Сургут-Сити-Мола прошёл турнир по пляжному волейболу. Особенные дети и подростки смогли сдать пробные нормы комплекса «Готов к труду и обороне». Фитнес-пикник, битва стихий на открытом воздухе и хоккейный клуб «Югра» завершил предстартовую тренировку и начнёт сезон на выезде 6 сентября. Подробнее прямо сейчас. Сургутская боксерша Диана Баева вернулась с молодёжной спартакиадой России. Девушка справилась с соперницами на начальных этапах, но победить более старшую и опытную спортсменку не смогла. Самой первой её наградой стала серебряная медаль на окружных соревнованиях. Сколько сейчас наград в копилке Диана не считала. Самые ценные – золото и серебро всероссийских соревнований. Добиться таких результатов ей дало упорство и поддержка родителей. Боксом Диана начала заниматься в 12 лет. Когда я пришла к своему тренеру, я была одна девочка. Одна девочка из всего зала, там мальчики. Я стояла самую в конце, и в принципе он на меня не ставил надежд, что я думал заниматься и заниматься. И год прошёл, и начала ездить по соревнованиям, уже как-то какие-то начала занимать места. В финале Диана сражалась с соперницей из Ставрополя, которая уже имеет взрослый разряд и является вторым номером в сборной России. Удача оказалась на противоположной стороне. Сейчас она ждёт присуждения мастера спорта. Отдых совмещает с самостоятельными тренировками на Сайме. Впереди сборы с командой России в конце июля, откуда Диана отправится на международные соревнования. Также девушке предстоят поединки на турнирах Югры, Уральского федерального округа и Кубок мира нефтяных стран. Пока одни юные герои стремятся к золоту и разрядам, другие хватают северное быстротечное лето за хвост, играя на тёплом песке. В Сургуте на территории ТРЦ Сургут-Сити-Мол состоялся турнир по пляжному волейболу, в котором приняли участие более 25 дуэтов, среди которых 8 женских команд и гости из других городов. Судейскую коллегию пригласили из городского департамента физической культуры и спорта. Пляжный волейбол имеет свой ряд правил, которые прописаны, и мы их придерживаемся. То есть, отличительной особенностью пляжного волейбола является то, что у нас всего являются только два участника, тогда как в классическом все, ну, 6 на 6, здесь 2 на 2. Соответственно, у нас здесь больше вариантов развития событий, немножко имеется отличие по технике, но этот вид спорта можно отнести как более зрелищный вид относительно классики, потому что больше действий, больше защиты, игровые действия и так далее. Хотелось бы, конечно, еще, чтобы была возможность и зимой проводиться, в закрытых портах это, но наше короткое лето, второй год уже подряд позволяет проводить этот турнир, и почему бы и нет. Эти соревнования стали уже доброй традицией за 4 года их проведения. Большинство участников знакомы друг с другом и участвуют не в первый раз. Есть как и любители, играющие в волейбол для себя, так и профессионалы, посвятившие этому свою жизнь. Турнир абсолютно для всех. Занимаюсь волейболом больше 10 лет, в основном занимаюсь в зале, то есть зальный волейбол. Пляжный волейбол, единственное, конечно, по сезону у нас проводится, но как только выпадает возможность, мы стараемся и тренироваться, и участвовать в различных турнирах по волейболу. Побороться за призовые места приехали не только сургутские команды. На соревнованиях прибыли гости из Тюмени, Невкиюганска и поселка Нижне-Сартымского. Волейбольное сообщество очень тесное, и люди приходят на турниры не только из спортивного интереса, но и ради общения. Для победителей подготовили кубки, медали и дипломы. Призовой фонд достойный и увеличивается с каждым годом. Женские и мужские команды, занявшие первые, вторые и третьи места, получили подарочные сертификаты и продукцию от друзей праздника. Первое место среди женских пар получила сборная Негамовы, второе – команда А, и третье место заняла Сургутяночка. Лучшими среди мужских дуэтов стали Перцы, Серебро получила Тюмень, а Бронза досталась команде Ракета. Награды за свои достижения получили не только любители пляжного спорта. В Сургуте особенные дети и подростки смогли сдать пробные нормы комплекса «Готов к труду и обороне». Мероприятие проходило на базе Сургутского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями при поддержке Центра адаптивного спорта. После прохождения всех испытаний детей наградили личными медалями и громкими аплодисментами. Состязания хоть и были пробными, но сегодня воспитанники Центра доказали, что готовы получить свой именной значок «Готов к труду и обороне». Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО, он очень активно развивается по стране, пытаются разрабатывать комплекс ГТО для людей с инвалидностью, а мы пробуем сегодня тоже внедрить какие-то упражнения из комплекса ГТО именно для деток с ограниченными возможностями. Еще одной площадкой, объединяющей неравнодушных к спорту жителей Сургута, стал фитнес-пикник «Битва стихий» на открытом воздухе. Его провели на территории базы отдыха «Райцентр». Множество оригинальных фотозон, выгодных розыгрышей, веселых аттракционов для детей, пантомима и даже массаж. Все развлечения сопровождались ритмичной музыкой и приятными легкими угощениями. На фитнес-пикнике каждый гость почувствовал себя особенным. В нашем городе мы всегда совместно с Пятизвездами хотим подарить только замечательные самые эмоции и лучший продукт, и лучший сервис. А это мероприятие, оно носит ежегодный, постоянный характер. Мы приглашаем на него своих друзей, своих клиентов. И цель этого мероприятия – еще раз встретиться, пообщаться, поделиться добрыми, теплыми эмоциями. Отдых в этот раз гости совместили с полезным занятием. В программу праздника вошли соревнования. Участники разделились на команды, каждая из которых олицетворяла стихию. Борьба развернулась нешуточная. И все же приятная атмосфера взяла свое и победила дружба. Хоккейный клуб «Югра» завершил предстартовую тренировку и начнет сезон на выезде 6 сентября. Соперником станет «Рубин». Первый и единственный сентябрьский домашний матч югорчане также проведут с тюменцами 15-го числа. В октябре местных любителей хоккея ждут сразу 8 игр на арене «Югра». Завершится регулярный чемпионат, который в этом сезоне носит название «ВХЛ Кубок Шелкового пути» 22 февраля. После этого стартует плей-офф – Кубок имени Владимира Петрова. Иван Рябцев, Юлия Сидорова, Сургут, Интерновости. Сел и поехал на Ямал. Десять мотопутешественников из разных городов России объединились в экспедицию по заданию Русского географического общества. Они посещают разные города, общаются с местными и снимают фильм о жизни в Югре и на Ямале. Старт был дан в Питере. В родном городе основателя движения сел и поехал писателя и мотопутешественника Павла Кобяка. Сургут тоже оказался в маршруте. У меня вообще отношение к нашей стране очень сильно меняется от того, что я все это увидел. Потому что вот мы живем в Петербурге и многие в принципе не знают. Ну да, ну вот бензин-то, значит, вставил пистолет, заправил машину и поехал. Да, вот газ, конфорку открыл и все. А как это добывается? Это настолько интересно. То, что интересно для петербуржца, для югорчанина и ямальца – ежедневный тяжкий труд. Но в сургутскую программу экспедиции посещение месторождений не входит. Начали с музея Югорского моста. Я буду бить в бубен, а вы будете проходить. Я буду сегодня выполнять роль чумработницы. Чумработница – это как домохозяйка, следит за бытом в чуме. В старину даже была такая запись в трудовой книжке. Переодеваться в хантыйские костюмы и участвовать в самобытном фольклоре ребятам понравилось не меньше, чем побывать на экскурсии в самом музее. Павел Кобяк уже был в Сургуте в прошлом году. Приезжал на открытый показ своего фильма «За свободой» в Магадан. Тогда и принял решение еще раз вернуться в Югру, уже со съемочной группой. Этот фильм у него будет уже третьим. Вторым было кино о Монголии, которую команда исколесила вдоль и поперек. Приезжала на кинопоказ госпожа посол Монголии. Была очень довольна фильмом. Мы показали страну достаточно честно, понятно. И раскрыли Монголию для нее по-новой. Мы два друга взяли своих отцов, построили машинку багги и сами поехали на мотоцикле. И показали гоби, пустыню гоби. Пересекли всю страну. Очень интересное кино, рекомендую посмотреть. Кино-то интересное, а вот приключения во время экспедиции были не всегда забавные. У нас в прошлом году, в Монголии, я ногу сломал, ваши два плеча сломал. Я ехал с супругой, мы запланировали проехать в Монголию пустыню гоби с супругой. И на песочке отвлекся на навигатор. Вот, ну, как бы мотоцикл немножко занесло. Вот, оттолкнулся неудачной ногой. Ну, и вследствие-то перелом ноги, все. Паша тоже на ровном месте. Прямо вот ехал, словил неудачную ямку. Вот, я думаю, просто нас не пустили монгольские шаманы, духи. Название фильма про Монголию «Отцы и дети». Федор Петрович, отец Павла Кобяка, сейчас едет с сыном уже в третью экспедицию. Говорит, только так понимаешь, как на самом деле живут люди в России. И эта картинка отличается от той, что показывают по телевизору. А сопровождать и технически помогать команде ему понравилось с первого раза. Единственная супруга была, возражала. Так получалось, что мы всю жизнь как бы вместе. И на такой длительный срок отпустить неизвестно куда и неизвестно даже зачем. Но потом она убедилась, что тоже где-то копяки, наверное, немножко свихнутые в этом случае люди. И не то, что смирилась, а поняла, что пусть съездит. И когда я вернулся живой, здоровый из Магадана, ну, значит, можно попробовать и что-то другое. За плечами сотни городов и десятки стран. В Югре, уверен путешественник, стоит активнее развивать ойл-туризм. Вообще надо делать сюда туры из Петербурга, Калининграда, Москвы. Это интересно. Может быть, я, конечно, заелся своими поездками, но мне ваш регион очень интересный. И людьми, и в целом вообще понять, что такое нефть, газ и как его добывают. Хочется настолько позитивно рассказать про ваш регион. Он действительно интересный. И я уверен, когда мы в фильме покажем, отразим вообще красоту городов, интересных людей, внутренний туризм будет развиваться, и люди к вам поедут в гости. Вот для меня это очень важно. В Сургуте программа была больше культурной, чем индустриальные. Музеи, историко-культурный центр, памятники. В других же городах делают упор на истории обычных рабочих людей. Некоторые вещи удивляют. Я, честно говоря, не понимаю. Мы были в Нефтьюганске и посмотрели на это место замечательное. Я не понял, почему Нефтьюганск не Норвегия. То есть открыли нефть и там, и там примерно, ну, и в Самотлоре, и вообще в этом регионе, в одно время. Но почему-то люди живут, знаешь, такое ощущение, что... Вот уже нам человек один сказал, что раньше людей, как бы здесь были северные надбавки большие, сейчас люди получают нефтянки 30-40 тысяч рублей. То есть 30-40 тысяч, я не понимаю. Команда слаженная. Маршрут по Югре курирует Алексей Рогин из Хантамансийска. Он уже не в первый раз выезжает в дальнобой с Кобяком. Алексей представляет русское географическое общество в Югре. Это активное отделение заинтересовано в развитии мототуризма в том числе. Собрали ту же самую команду. Ребята с удовольствием присоединились и, в общем, сели и поехали. Везде встречают наши друзья, знакомим с нашими друзьями. Где у нас времени побольше, мы показываем наши достопримечательности. Знаменитый археопарк Ханты-Мансийский, музей Газпрома в Югорске, в Урай выезд на Буровую. То есть знакомим с нашей промышленностью, с нашими байк-клубами, с нашими друзьями, с нашими дорогами, с нашими территориями. В общем, расширяем географию. Расширить географию – это цель Кобяка. У участников экспедиции свои цели. Делаю очередную попытку найти себе невесту, поэтому решил в этом уголке страны себе поискать. Возможно, найду. А как ты думаешь, все-таки где самые красивые невесты живут? Ну, они в любом случае живут в нашей стране, так что на всей территории надо искать. Фильм о приключениях в Югре и на Ямале увидят свет примерно в марте. Будет ли рядом байкерская свадьба – увидим. Екатерина Любешева, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости. И на этом все. Спасибо, что были с нами. Удачных выходных. Обновленный кинотеатр «Мир» в центре города. Пишая доступность, удобная парковка. Летнее предложение. Купи билет на сайте iKino.ru и получи попкорн в подарок. iKino.ru Проспект Ленина, 43, 34, 62, 36, 21, 55. Венчера. Типография нашего города. Здесь заказывайте листовки, визитки, фотоальбомы, календари, переплетные работы, удостоверения, книги, сувенирную продукцию. Звоните сейчас. 95 11 05. Код города 34, 62. Вокруг лето, а у нас минус 15. Минус 15% на все в магазине «Сантехника» на Белецкого 2. Например, счетчик воды «Норма» с комплектом подключения всего 579 рублей. Магазин «Сантехника» на Белецкого 2. Подробности акции по телефону 99 50 77. До сих пор ждешь, когда упадут цены на жилье? Ниже уже не будет. Покупай прямо сейчас. Готовое жилье от компании «Сипромстрой» без посредников, без рисков и переплат. От 1 650 000 рублей. Ипотека и акции при покупке от ведущих банков. Кстати, внести оплату теперь можно через сайт sps86.com. Улица Тюменский тракт, 2-1, телефон отдела продаж в Сургуте, 600 190. «Сипромстрой». Добро пожаловать домой. Автошкола «Перспектива». Категория БА1. Защитное вождение. Занятие с инструктором. Подготовка. Сопровождение к пересдаче экзамена. Обучившимся. Скидка на обучение в Сургутском учебно-курсовом комбинате. Любят праздник от души взрослые и малыши. Сургутяне, поспешите, вкусный тортик закажите. Торты от кондитерской «Вега» – это золотой ключик к вашему празднику. Молодоженам скидка 20%. При заказе на сайте surguttort.ru скидка 10%. Адрес проспект Ленина, 66, дробь 2. Компания «Жалюзи». Жалюзи всех видов. Карнизы для штор, замеры и установка. Изготовление за один день. Теперь мы еще и по новому адресу. Улица Геологическая, 9. В торговом центре «Славянский». Телефон 33-33-21. Телерадиокомпания «Сургут Интерновости» представляет прогноз погоды в Сургуте и окрестностях на предстоящую неделю с 30 июля по 5 августа. В студии Дина Сагдеева. На протяжении всей недели в западно-сибирскую равнину будет поступать сырой прохладный воздух. И на фоне неустойчивой погоды с частыми дождями показания термометров заметно понизятся. Во второй половине недели над севером региона установится циклон, который начнет затягивать свою циркуляцию воздух из акватории Карского моря. Под его влиянием натиск холода усилится, и температурный режим окажется на 5-7 градусов ниже нормы. В начале недели облачная погода с прояснениями и небольшими дождями. В понедельник утру плюс 6-11, после полудня 15-20 тепла. Во вторник температура ночью 8-13 градусов со знаком «плюс», днем 14-19. В середине периода вновь не обойдется без дождей. В ночное время похолодает до плюс 4-9, в среду днем 14-19 тепла, в четверг 12-17 градусов выше 0. В магазине «Домашний погребок» большой выбор самоваров от классических до расписных, а также продукты для изготовления праздничных напитков, дрожжи, натуральные ароматизаторы, дистилляторы, бочки. «Домашний погребок», торговые центры «Агора» и «Богатырь». Акция в магазинах «Домашний погребок». Скидка 20% в одном чеке на дистилляторы, бочки, коптильни, радиоприемники, самовары. В конце недели пасмурно, ветрено и сыро. Ночная температура снизится до 3-8 градусов выше 0. В дневное время ожидается до 16 тепла. Класс! Класс! Классно! Классная коллекция школьной одежды и рюкзаков уже в «Карапузе». Цены на 5 с плюсом. Учитесь хорошему вместе с «Карапузом». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Пусть близкие согревают вас теплом своих сердец. Будьте здоровы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok